ну вот мы значит с вами собрались сегодня я правильно что время пошло уже да на первую лекцию курса продолжение питомневого курса который был в прошлом семестре вот в прошлом семестре мы изучали собственный язык программирования кстати сказать сильно недоизучали там еще есть много того до чего у нас руки не дошли вот и видимо в этом семестре не дойдут сейчас расскажу расскажу в чем дело содержимое кузы курса этого семестра это продолжение прошло спецкурс прошлого семестра она как и раньше посвящено немножко языку программирования питон вот то есть программировать мы с вами будем питание но с по договоренности с кафедрой из рука которую под гиды которые происходят эти курсы основная основное направление того чем мы будем с вами заниматься это совместная разработка понятное дело что настоящий полноценный командной совместной разработки из людей которые только что пришли на спецкурс и в общем у нас будет с вами 20 часов на все 10 пар вот настоящий полноценный командной разработки мы с вами не сделаем вот но наверное это и не обязательно в том смысле что наверное это не обязательно в том смысле что достаточно много различных азов нам нужно будет потыкать пальчиками и палочкой так потыкать для того чтобы хотя бы понять как вот эта совместная разработка устроена но в самом деле понятное дело что если мы пишем программу уровня домашних задач прошлого года то никакой совместной разработки за исключением возможности не получить хорошего не получить хорошую оценку на экзамене никакой никакой совместной разработки там никто не подразумевается вот скорее наоборот то что мы делали в прошлом семестре это задачи которые мы решали для того чтобы немножко подкачать свои свои способности именно в программировании ну в самом языке вот сейчас я попробую все-таки залогиниться это что-то он мне что-то меня не договаривается с этим на чем я остановился на том что на том что на самом деле нам видимо придется довольно много потыкать в разные в разные вот в разные отрасли понятия программирования понятия разработка для того чтобы для того чтобы подъехать вот к этому понятию совместная разработка потому что вот коротенькую программу вроде тех что мы писали в прошлом семестре совместно разрабатывать смысла не имеет программу которую вы напишите за один день не имеет смысла не то что даже совместно разрабатывать а не имеет смысла даже в чем-то хранить написали отослали но такой скрипт одноразовый да прокатись и выбрось и речь заходит о какой-то последовательный поэтапной разработки а какой-то дисциплине разработки и разработки совместные ровно тогда когда проект ваш достаточно большой вот поэтому у нас на этот семестр на эти несчастные 20 часов которые нас ожидают достаточно большие планы вот так вот наше направление наше направление предполагается их 3 во первых нам нужно освоить что-то какой-то инструмент который позволит нам писать а сравнительно толстой задачки решать то есть нечто в чем что потребует достаточное количество кода чтобы это не решалось за один раз вот и при этом недостаточно развесистый чтобы и вовсе плохой мил всю жизнь изучать вот как был устроен курс 15 года если кто сходил по ссылочке посмотрел то вы видели что примерно пол семестром мы с моим коллегой рассматривали разные фреймворки если мне не изменяет память там был разговор про веб программирование рассматривать джанка там был разговор про программирование на питоне и носи и про интерфейс между тем и другим там был разговор про синтактические анализаторы про математику какую-то и кажется был пыги еще вот пыгем это библиотека для написания двумерных игр на питание вот соответственно на каждую из этих тем была задачка которую мы решали одна или там доделывали вот дальше следовал следовала вторая половинка про которую когда который нас будет условно совпадать с курсом пятнадцатого года во первых в пятнадцатом году было чуть больше у нас не было людей у которых семестр внезапно заканчивается в апреле вот а среди нас такие есть у кого в мое уже сосед как помашите руками вот немножко есть да потому что да значит забыл сказать что наш курс рассчитан и на бакалавров и на магистров для магистров сделан специальный хитрый хитрый хак вот ваш спецкурс называется по-другому имеет другой учебный план вот значит возможно даже с формой отчетности будет какая-то шушка но я пока не знаю вот значит так вот в пятнадцатом году курс был подлиннее в у нас сейчас нас ожидает всего 10 пары я подумал что наверное мне не хватит пороху рассказать про много разных фреймворк поэтому я некоторое на пошуршал и решил что в качестве такого инструментария который мы будем использовать для написания программ надо взять какой-нибудь какой мид инструмент для написания гуи для написания графических интерфейс вот почему во первых потому что это по определению многопись кто когда-нибудь писал что-нибудь с кнопочками менюшками всем остальным знает что так или иначе приходится писать довольно много кода вот мы не будем писать слишком много кода но мы будем писать вот достаточно чтобы вам понадобился инструмент контроля версий вот в том числе и совместно значит во вторых второе соображение что такая задача хорошо параллелится например если мы решаем написать решить какую-то прикладную задачу ну не знаю там к общет какой-нибудь ерунды вот то как минимум два человека в теме должно быть тот который делает собственно гуй кнопочки менюшки вот это все и тот который отвечает за математику за получение данных общет получение ерунды общет ерунды и выдачу ерунды значит это вполне параллельная задача и по моим по моим представлениям небольшие команды с двух трех может быть четырех человек если задача достаточно большая но понятно чем больше людей тем сложнее взаимодействовать вот собственно и будут участвовать в конце всего этого безобразия вот значит я посмотрел на несколько разных вариантов графических интерфейсов может быть в следующий раз я покажу их все ну просто чтобы посмотреть вот но мы останавливаемся на самым старым и самым простом и в каком-то в смысле самым неудобным но мы постараемся это неудобство не заметить вот который называется т.к. т.к. сокращение от просто toolkit потому что когда его придумали еще ничего другого не было вот т.к. на самом деле это графический графический графическое виджет set для такого языка программирования который называется tcl или tickel как говорят профессионалы вот в силу этого в нем есть некоторые специфические неисправимые особенности но опять-таки они нам сильно мешать не будут хотя наблюдать их довольно забавно вот почему я взял такую штуку то есть не какой-то родной виджет set а для операционной системы а графический интерфейс для другого языка программирования к которому прибиты прибиты еще и питоне биллинги я могу ответить на этот вопрос очень просто во первых альтернатива у нас естественно qt gtk еще есть vx это все графические это все виджет сеты то есть инструментарий для написания для написания кроссплатформенных а еще этот самый склероз сейчас вспомню ладно сейчас не вспомнил есть еще один современники такой модники такой у которой интерфейс похож на android и он еще на android спортирован для питона никто не помнит я не помню киви совершенно справедливо спасибо а он прям так и пишется через к да вот спасибо большое вот значит из этих всех тк приезжает вам прямо с питоном на нем написан на написан например тот редактор которым я рекомендовал пользоваться в прошлом семестре который называется айдл прям вот на библиотеке тк-интер называется она тк-интер питомской вот это первое достоинство достоинство второе поскольку он приезжает прямо с питоном он может считаться кроссплатформенным ну что ли по определению когда вы пишете на тк-интере если только вы не занимаетесь работой с непосредственно системными объектами там с именами файлов и то в питоне если вы знаете с именами файлов можно немножко подхитрить и если вы указываете классическую позе к спецификацию пути через обычные слэши то в windows это тоже работает но не важно а важно то что если вы не заморачиваетесь непосредственно системными объектами и не пытаетесь работать прямо с операционкой только интер программа написанная с помощью тк-интера работает вообще всегда знаков что же касается кутэ и gtk вам эти модули придется на некоторые операционные системы просто ставить вот специальным образом и есть некоторый шанс на самом деле нету есть некоторый шанс что тот процесс разработки который мы будем в основном на веноксе здесь смотреть да под другими операционные системы будет выглядеть слегка не так вот шанс не очень велик но мало ли что хотя если бы если бы нет я бы конечно предпочел кутэр кутэ современный вид же сет очень крутой там достаточно простой на си плюс плюс вообще выглядит умопомрачительно вот там считай новый язык программирования изобрели такой с динамическими типами си плюс плюс но это неважно да в данном случае мы проявим на питание вот наиболее интересные два последних виджет сета значит вы x это такая идея пришедшая к нам правда из прошлого десятилетия также как и тк сделать универсальный вид же сет который бы пользовался нативными графическими средами в разных операционных системах то есть программа написано на vx она в в линуксе выглядит как написано и на тк в макосе выглядит как написано и на кака вина их не ли как он там называется я забыл вот их вид же сет а в windows она выглядит как написано на вина пи вот с одной стороны это конечно довольно замечательно с другой стороны это очень старый вид же сет тоже и у него проблемы каждый раз бывают всякие с портированием с продвижением вперед потому что чем дальше тем сложнее все и на смену ему пришел универсальный тот же виду цвет который называется киви который вообще потихонечку отказывается от идеи вот там ярко выраженных кнопочки ярко выраженных менюшек а такое вот порождает нечто похожее на материал дизайн как в андроиде да это тоже очень интересная штука но я просто не готов вот прямо сейчас рассказывать что-то про киви он здоровый там есть всякая мультимедиа помимо этого всего прочего и и и и и и и быть может он самый интересный для нас но самый простой ттк и мы на нем остановимся я думаю что вы мы с вами увидим что вполне достаточно уже и тк в качестве вот того объема работы которые хотим себе обеспечить итак пункт номер первый это графический интерфейс пункт номер второй чем мы будем еще заниматься мы будем заниматься собственно совместной разработкой а точнее говоря изучать систему контроля версий а еще более точнее изучать распределенную систему контроля версии гид гид который называется гид значит есть понятие vcs version control system есть понятие dvcs distributed version control system и есть понятие гид как реализация по моему с маленькой буквы не помню как бы с большой как реализация этих идей которые используются часто допустим ядре linux значит в следующий раз мы как раз поговорим вот про это дело в частности и здесь нас интересует какие вещи здесь нас интересует в первую очередь дисциплина оформление самой рам самого процесса разработки да что такое комит что такую комит месяч вот это все на следующем уровне нас будет интересовать дисциплина совместной разработки то есть как взаимодействует несколько людей которые работают над ним проектом вот и еще на следующем уровне у нас будет интересовать уже информационное пространство вокруг совместной разработки то есть как как обеспечивать активность вот то что в там всякий pull request a merge request и делать как документировать как как вести совместное документирование как вести как как совместно информационно обмазывать проект всякой всякой значит внутренней и внешней документации вот это все вот то есть дисциплина разработки возможно дисциплина оформления кода если нам хватит времени ну потому что понятно оформление кода это тоже такой инструмент совместной разработки нет это инструмент совместной разработки вот значит я бы сказал так гид плюс гид плюс и третье что мы собираемся в этом семестре потрогать это собственно какие-то примеры технологий которые так или иначе встречаются в процессе разработки то есть мы будем разобрать не просто какую-то приложение с кнопочками а приложение с кнопочками которая будет переведена если кто не знает это аббревиатура и 18 н это слово интернационализейшн и 18 букв и n в конце интернационализейшн есть еще локализейшн l10 н но я попробую свое свое время рассказать про то что на самом деле интернационализация это далеко не перевод а вот ну всему свое время значит и так технологии встречающиеся в процессе разработки приложения тестирование конечно мы видим и не пойдем в разделе тестирования дальше собственно юнит тестов regression тестов потому что нам просто не хватит времени и ресурсов по хорошему конечно же надо бы был бы запустить какой-нибудь сборочный сервер который бы собирал и тестировал ваши приложение в разных средах вот это все билл бота какого-нибудь запустить такое делается но понятное дело что наших ресурсов на это не хватит но по какие то что мы точно поговорим документирование вот опять-таки документирование это не только написание каких-то текстов это вообще совместное введение информационного пространства вокруг проекта вот в первую очередь мы поговорим про внутреннюю документацию да про то как это все в коде устроено вот но наверное подумаем и над тем каким образом можно делать документацию внешне и последнее в этом в этой тематике это то что называется пакетирование deployment пакетирование deployment дипломент то есть ну установка как бы поддержка установки вашего приложения туда для чего для кого для чего вы это пишете вот это самая мутная тема из всех не потому что она ну плохо разработана очень хорошо разработана а потому что а это будет в самом конце наших наших упражнений и б мы не все сможем проделать прямо тут вот на лекции вот а то что мы не сможем проделать на лекции может быть и не буду его заставлять делать но поговорить о том как оформляется пакет в том числе пакет который можно опубликовать на пайзан пакши пайзан пакши пайзан пакши индекс исходных кодов на питоне сделать одну приложение к прям вот одну вот и с ней с ней гулять это правда тоже очень платформа зависимая штука но может быть по гэмпре это все была часть про то про что мы поговорим теперь чем будем делать значит поначалу изучая гуи мы будем просто решать какие-то домашние задачки вот проверять их у вас буду буду но для этого просто заведем репозиторий где-нибудь на гитхабе я раньше думал что успею запустить какой-нибудь свой гит-сервер у меня не получилось просто не хватило ресурс вот так что мы будем пользоваться гитхабом по крайней мере в этом семестре вот и к где-то к середине семестра я буду очень активно просить вас разбиться на те самые микрогруппы то есть объединиться в небольшие команды которые будут делать так называемый семестровый проект и собственно отчетом по данному курсу будет являться тот самый семестровый проект то есть программа которая что-то какие-то кнопочки рисует какие-то действия выполняет нетривиальные ну не нулевые вот и которая хотя бы немножко переведена задокументирована с тем же на тестами и каким-то образом оформлен вот ничего чудесного никаких не шедевров приложение строение от вас не требуется вот но требуется некий проект в котором бы было больше одного участника чтобы можно было посмотреть как они взаимодействовали как у них как оценить их совместный вклад ну вот это все там по количеству коммитов например вот примерно такой путь нас ждет значит те кто не встроится в вовремя в начало семестрового проекта могут требовать он его у меня то есть прийти сказать да и выдайте мне семестровый проект но имейте ввиду что вас должно быть больше одного человека вот такие дела иначе я это буду вам пару подбирать так я думаю что этого не хотите вот такие дела значит это что касается того что будет вот а теперь давайте попробуем несмотря на то что техника у нас фантазирует немножко давайте попробуем перейти к так значит здесь нам можно остановить запись на самом деле сейчас я ее запущу снова так значит о чем я хотел сегодня поговорить сегодня я хоть так так во вам нормально мне нормально окей да ну так вот значит сегодня мы хотели поговорить вот о чем мы хотели поговорить немножко о том о что у нас с понятием совместной разработки есть в питоне потому что потому что потому что вот давайте я тогда все таки запущу опять запись запись во потому что мы об этом практически не поговорили в прошлом семестре давайте напомню напомню что было в прошлом семестре по части именно разработки мы с вами помним что в питоне есть изрядное количество штук таких которые называются пакеты ну модули которые можно подключать из программы на питоне да ну там какой-нибудь математический модуль еще какой-нибудь их на самом деле довольно много давайте вот документацию посмотрим да вот их на самом деле довольно много этих модулей вот они это те модули которые вот это те модули которые приезжают к нам с питоном вместе их порядка там 200 штук вот они довольно разные то есть нельзя сказать что тут полный набор решений всех задач на свете их всего около 200 как я сказал вот некоторые из них довольно специфичные то есть гвида я думаю уже жалеет что включил их в этот дистрибутив там поддержка каких-нибудь экзотических форматов под старой версии mac os аудио форматов под старой версии mac os что-нибудь такое может быть правда уже выбросили это но было одно время вот вот с другой стороны вот этот базовый намор модулей которые приходят прямо с питоном он достаточно неплохо отвечает тем задачам которые мы с вами будем решать в этом семестре ну вот например например тестирование тестирование представлено тут модулем unit test который достаточно ну нормально использовать в в продакшене который отвечает стандарту мог вот есть просто такая договоренность о том как устроено тестирование вот и он правда тут кажется один вот для тестирования ну хотя нет вот еще regression тесты есть пожалуйста вот то же самое то же самое относится к документированию у нас есть модуль пыдок который если вы помните кажется в прошлом семестре показывал это всего лишь всего лишь модуль для работы с строками документации в объектах питона а их там можно куда угодно насовать в каждом в каждом объекте есть строка документации в каждой функции в каждом модуле вот и с помощью нее с помощью модуля пыдок можно делать кое какое документирование вот хотя здесь конечно встроенные встроенные способности питона недостаточно для нас вот я думаю что и перевод тут где то есть какой нибудь а вот перевода нету значит перевода нам заниматься самому сейчас агит текст наверняка есть о да есть соврал значит также есть инструменты и для интернационализации да поддержка поддержка того что называется гид текст вот так что по сути говоря вы можете взять дистрибутив питона не ходить ни направо ни налево и написать приложение которая все это умеет потому что в нем же есть еще и как я сказал графический интерфейс который называется токаинт вот да вот и и какие-то даже моднючие более новые к нему примочки которые называются тикс и ттк посмотрим на них но если вы внезапно оказались в реал лайфе и вам нужно не семистровый проект защитить а задачу решать то скорее всего того что лежит в дистрибутиве питоном вам будет крайне недостаточно вот то есть ну да вместо этого у вас возникнет если вы человек неопытный мысль самому все написать вот причем сначала самому все написать на питоне а потом все самому переписать на си для быстроты но знаете что в современном мире особенно в мире свободного лицензирования так не принято просто потому что это огромный фронт работ вы наделаете очень много ошибок наступить на бесконечное количество грабель если ваша цель именно в этом да если ваша цель именно в этом да наступить на как можно больше количества грабель чтобы потом приобрести опыт там набить шишки на лбу вот это все хорошо если черенок уграбли длинный тогда вы шишки на лбу набьете вот то это хорошо если нет то мы возвращаемся к самой первой ссылке которая называется python package индекс это хранилище пакетов для питона под свободными лицензиями то есть таких пакетов которые можно использовать в ваших проектах совершенно без ограничений берете и используете вот коих на сегодняшний день 169 тысяч 195 штук зарегистрированных проектов только в портале python package индекс зарегистрированный проект это значит что ну давайте найдем какую-нибудь я же не знаю даже ну вот это что такое не знаю что это такое какой-то проект под названием рея вот это самая рея вот домашняя страничка на гитхабе нет на гитхабе это неинтересно сейчас мы найдем какой-нибудь проект который домашняя страничка где-нибудь где-нибудь в более интересном месте о смотрите правда тоже на гитхабе но обратите внимание что страничка оформлена как документация по питону она сделана с помощью системы документирования питона которая называется сфинкс вот тут где-нибудь внизу должно быть написано powered by Sphinx вот вот то есть это не просто какие-то какие-то непонятные куски кода на питоне это проекты оформленные в некоторой дисциплине оформления которые можно взять и поставить на ваш компьютер вот такой командной строкой вот 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 об этом мы кажется не успели поговорить в прошлом семестре мы про ПИП говорили в прошлом семестре нет? кто был в прошлом семестре? помашите меня ручками не было отлично значит будем говорить сегодня вот ну то есть не отлично конечно но это значит что у нас хватило времени на что-то более более питонистые вот значит вот значит Значит, портал, в котором этих самых, этих самых проектов сотни тысяч. Для удобства броузинга тут есть и поиск, тут есть и классификатор. Вы можете взять и говорить, вот, давайте по топику посмотрим, да. Ну, не знаю, вот. Software Development Assemblers. Что мы здесь имеем? Мы имеем эмулятор процессора 6502. Что такое shell-коды, я даже не знаю. Декодер и энкодер SVF-файлов для флэша, еще чего-то. Короче говоря, какие-то инструменты для ассимблирования и дезассимблирования различных архитектур. ARM, Java-машины, Motorola 6809. Ну, вот такое, да. И все это, повторяю, не просто куски кода на питоне, а некоторые достаточно грамотно оформленные модули, которые, по уверению их авторов, решают ту задачу, которую перед ним поставлены. Насколько это так, никто не гарантирует. Мы можем попробовать отсортировать его по трендингу, то есть, как бы, какой из проектов наиболее в данный момент активно развивается. Какой-то Pound Tools. Exploit Development, господи, прости меня больше. Вот. Или по времени обновления. Какое сегодня число? 21. Ну, вчера обновился модуль. А этот на день святого Валентина. Вот. Ну, кстати, еще один, еще один интерпретатор какого-то учебного риска процессора. А еще один, слушайте, что-то так, еще один. А, слушайте, знаешь что, мы же зачекали сразу два, мы зачекали же этот самый, ассембли, да? То есть, мы смотрим, мы смотрим на интерпретатор именно ассемблеров. МИПС-интерпретатор, пожалуйста. Хм, приходите завтра на спецкурс под названием архитектура МИПС, язык ассемблера. Может быть, мы даже посмотрим на этот модуль, что он делает. А может быть и нет. Вот. Мораль. Если вы хотите решить задачу какую-то, то что вы первым делом делаете? Ну, первым делом вы ее ставите себе, да? Потому что непоставленную задачу решать бессмысленно. Пытаться рыться в интернетах на предмет того, какой инструмент вам поможет решить задачу, смысл которой вы представляете не до конца, это плохая идея. Сначала задачу надо поставить. Что значит поставить задачу? Это значит, что вы берете заглотку потенциального потребителя, то есть человека-специалиста в предметной области, да? В том, какого рода задачу вы собираетесь решать. И вытряхиваете из нее все, что можно. Как он собирается пользоваться вашей программой. Какие алгоритмы там внутри, или какая математика там внутри должна быть реализована, если такова имеется. Какие ему известные аналоги имеются. То есть все то, что он лучше вас найдет в интернетах или возьмет из своей памяти. Вот. После чего вы пишете некоторый проект, техническое задание такое, очень маленькое, в котором, собственно, написано, что ваша программа будет делать, причем написано так, чтобы этот самый ваш клиент согласился. Да, действительно, эта программа должна делать ровно это. Вот только после этого задача считается достаточно поставленной, чтобы вы пошли на ту же пы-пы и начали там искать, а с помощью каких модулей вы собираетесь это искать, да? Ну, например, давайте мы... Тут есть кнопочка сбросить? Или надо сбрашивать пальцы? А? Наверху была? А, вот же она, да? То есть мы можем сделать вот так вот. И здесь, например, найти какую-нибудь... Какую-нибудь нейросетку. Их тут, правда, дикая куча этих нейросеток. 43 страниц нейросеток каких-то. Вот. Но если, например, ваша задача прикрутить нейросетку, я не знаю, там, к какому-нибудь корпусу русского языка на предмет анализа сообразной системе Маркова встречаемости слов, да, то фактически эта задача решается путем активного броузинга пы-пы, да, и промазывания, значит, соответствующих элементов, да, и промазывания соответствующих элементов кусочками кода на питание. Максимум, что вам захочется сделать, это написать какую-нибудь свою математику, если вы ее придумали. Вот. То же самое относится к необходимости написать графический интерфейс. Не надо самому делать виджетсет, их полно. То же самое относится к тяжелым математическим вычислениям. У нас есть библиотека, ну, хотя бы нумпы из цепы, да, они достаточны для того, чтобы решать там 80% задач из реалайфа. Вот. Там даже символоматематика есть. То же самое относится практически к любой области деятельности, если только она не находится на самом переднем краю, и вы ее только вчера сами открыли. Обратите внимание, что все модули, опубликованные на НПП, распространяются под свободные лицензии. Это означает, что вы можете совершенно неограниченно использовать свою собственную работу. Большинство из этих модулей разработаны не одним, ну, не так, не большинство, но очень большое число из этих модулей разработаны не одним человеком, а целой командой, которая по нынешним меркам совершенно не обязательно должна сидеть в одной точке. То есть ребята, которые вот над этим всем работают, они уже знают то, чего мы собираемся изучать весь текущий семестр. Более или менее знают. Некоторые более, некоторые менее. Вот. Мало того, я вот все хотел найти какой-нибудь ппшный модуль. Ну, это вообще SourceForge, это древний модуль. Давайте вот такое. Господи, прости. Изобрели тут новую фишку в этом самом, в питоне. Она называется Asynchron Input Out. И на ней уже написали какое-то немыслимое количество всего. 709 проектов имеют... Ладно, не буду тогда вас утомлять. В общем... А давайте мы его... Вот. Ой, что это? Чувствую, что у них на гитхабе страничка, да? Какая-то статистика. Какая-то замерялка статистики. На гитлабе у них страничка. Я думал использовать гитлаб или гитхаб, и отстанялся пока что на гитхабе. Ладно, давайте тогда так. Давайте я просто пойду по ссылочке. Дело вот в чем. Что на самом деле... Когда вы занимаетесь разработкой на питоне, вы одновременно занимаетесь разработкой документации, которая так или иначе прям сама... Почти автоматом генерируется и почти автоматом деплоится вот на этот сайт Read.Dogs. Вот. Не знаю. Тут вот какие-то странные штуки, мне неизвестные. Нет, мне неизвестные. Ладно. Вот. Мы до этого дойдем, когда будем говорить про документирование. Просто я хотел... Я хотел показать где-то место, где он на него ссылается. Ну, видимо, не судьба. В следующий раз подготовлю и сделаю. Таким образом, в принципе, вот эта вся экосистема, состоящая из того же GitHub, того же Read.Dogs и GitHub внутри GitHub у вас, позволяет вести совместную разработку. Если, понятно, проект открытый, и у вас все хорошо с публикацией, никто вам не мешает, и никого ни от кого не прячется, позволяет вести совместную разработку вполне себе удобно. Вот. Чем мы и будем примерно заниматься. Но для того, чтобы это сделать, на самом деле нужно что-то начать. Вот. Я как раз хотел показать, что когда вы говорите, что вы собираетесь вести разработку на Python, и когда я говорю, что для этого нужно, скажем так, установить несколько нужных вам модулей и обмазать их внутри Python прокладкой, вот. Я, ну, не то чтобы немножко лукавлю, да, но я, как это правильно сказать, не упоминаю о некоторых трудностях. Вот. Ну, например, а каким образом вообще этот самый пакет попадает в вашу систему? Так, который час? Отлично. Каким образом вообще этот пакет попадает в вашу систему, Python? У вас есть три разных пути это сделать. В случае Windows — два. Пусть первый, это пакет приезжает вместе с, ну, Python и модуль, приезжает вместе с чем-то, что в вашей системе называется пакет. В случае Windows — это какой-нибудь инсталлер. Да, в случае какого макосит какой-нибудь приложеница, которая с собой притаскивает Python и пакеты. В случае Linux — это пакет в смысле Linux, да, в смысле RPM или там DIP. Вот. Чем хороша эта идея? Ну, вот, например, здесь вот у меня стоит порядка... порядка, ну, 142 пакета, которые называются Python 3, модуль что-то там. Это значит, что в моей операционной системе, установленной системой, потому что я использовал команду RP, команду, которая занимается пэкш-менеджментом в системе, в системах Alt-Linux. Вот. Потому что у нас в системе стоит ну, вот, какое-то количество пакетов туда приехавших. Что это за пакет? Скорее всего, скорее всего, на них написаны какие-то приложения, входящие в состав операционки, потому что, ну, на этот компьютер много чего понаставлено. Значит, просто написано на Python, Python нужны другие модули, все эти модули приехали. Достоинство этого метода состоит в том, что у такого пакета есть ментейнер, который позаботился о том, чтобы он работал именно в вашей операционной системе. То есть у каждого из этих, у каждого из этих пакетов есть кто-то, кто его собирал и проверял. Есть человек, который, например, будет, ну, не знаю, будет, вот что это такое, Python модуль P. Это был русский язык. Это пакет, который помогает тестированию, тестированию, пакетированию дипломента, который монтейнет человек вот под таким вот именем. Вот его домашняя страничка. Короче говоря, есть человек, который отвечает за качество работы этого пакета в вашей операционной системе. Насколько сильно он отвечает этот вопрос его мотивации, разумеется, но ему он был для чего-то нужен, он его собрал, он его поместил в хранилище, мы им пользуемся. Если вы обновляете операционную систему, то вполне возможно к вам без вашего ведма приедет обновление этого пакета. Ну, в частности, этот пакет собран 23 октября 2018 года, возможно, с тех пор вышла новая версия и возможно человек по имени Станислав Левин собрал эту новую версию в хранилище и при следующем обновлении вашего дистрибутива из хранилища приедет новую версию пакета. А если он этого не сделал, не приедет. То есть фактически вы завязаны на добрую волю этого человека относительно того, насколько свежая версия модуля Python у вас присутствует система. И наоборот, если вы пишете свою приложенницу и вам нужна конкретная версия конкретного модуля, было бы очень неприятно, если завтра при обновлении системы к вам внезапно приедет более свежая. Ну, потому что там может API поменяться, например. Всякое бывает. Обстрим, вообще такие ребята взяли, поменяли API. И ваша программа работать перестала внезапно. Сколько раз я такое видел, особенно во всяких PHP-шных и JavaScript-овых проектах. Ты как бы заходишь в этот самый, там код на JavaScript-е, и у него прямо, значит, эти самые инклюды идут прямо с сайта производителя, прямо вот с самой свежей версии загружаются, и типа должно все работать. Я помню, на сайте госуслуг такое видел. В момент его разработки, разумеется. еще одно достоинство модулей, которые приезжают вместе с пакетами вашей операционной системы, это наиболее безопасный и наиболее надежный способ доставить до вашего работающего окружения бинарные модули. Модули, которые представляют собой не программы на питоне, а библиотеки. Вот. Потому что монтейнер и сопровождающий вашего дистрибутива хорошо знает, как оно собирается, как собрать бинарную библиотеку. В частности, для дистрибутивов для дистрибутивов Alt-Linux там есть немножко хитростей, которые позволяют более удобно их использовать, но эти хитрости нужно знать. Если вы берете и как-то вот не глядя, автоматом пытаетесь составить какого-то робота собрать бинарную библиотеку, не факт, что она заработает как следует. Вот. И это для всех дистрибутивов на самом деле верно. Ну, в частности, вот этот вот модуль, который P. А, нет, он, он, как видите, написан на питоне. У него архитектура называется Nuarch. Nuarch, это значит, что он архитектурно независим. А вот какой-нибудь, ну, не знаю, P.Game. Сейчас. Q. Q. P.Game. Он же есть. Ну, поглубже хотя бы, неважно. Во. Вот этот, вот этот модуль наверняка архитектура зависима, потому что это, собственно, система привязки вот к тому виду Цент, который называется GTK3. Вот. Глобжек. У него архитектура, как видите, уже явная. X86-64. И если посмотреть список того, чего в него входит, там будут, там будут разделяемые библиотеки. Сейчас найдем. Вот они. Вот он ходит к КР, он ходит к самому битону внутрь. Ну, в общем, к чему-то он ходит. Вот. И вот сборка этой штуки под вашу операционную систему, это вообще, говоря, дело монтейнера вашей операционной системы. То есть вы, наверное, тоже можете научиться этой делать, да? И это не так сложно. Но если вы патограммист на питоне, то вам будет довольно тяжело вот этот код на C, Linux-ориентированный или GTK-ориентированный, значит, заставить работать. Это вообще отдельная тема. Вот, возможно, в следующем семестре мы поговорим про сборку программ под Linux. Уже на C-шных, например. Не в этом. В этом у нас маленькая пауза с Linux. То есть, вернее, мы, я хочу вместо Linux-овых лекций сделать такие Linux-овые семена. Вот. Долгое время эта проблема в питоне не решалась. И считалось среди таких true-питонистов высшей доблестью переписать весь софт вообще на питоне, чтобы получился модуль, написанный целиком на питоне, и его можно было легко поставить вне зависимости от того, на какую операционную систему. Но через некоторое время изобрели так называемый формат wheel колесо питония. Вот. Вот, видите, первую же статью меня на Хавру посылают. Об этом мы, наверное, поговорим в конце семестра как раз. формат wheel в отличие от предыдущего формата, который назывался питоне-яйца, питон-эг, подразумевает, что вы можете положить внутрь вашего питоновского приложения в том числе и бинарные части, специфицировав под какой архитектурой они. Вам может прийти в голову, что архитектуры на свете мало, на самом деле их много, одних линуксов разных много, а уж платформы, на которые линуксы работают, он же не только на песюке работает, тут на мемсе работают, а мемсе мы завтра поговорим. Колеса. Соответственно, но понятное дело, что собранные кем-то на стороне библиотеки вполне возможно у вас просто не заведутся в системе, например, не хватит зависимости. поэтому у нас есть способ, что это был не кто-то на стороне, а прямо ваш мантейнер, который все зависимости вписал и как бы все оттестировал, и это действительно у вас работает. Вариант номер два. Это использовать утилиту PIP. Вот сейчас мы ее, если у нас не было в прошлом семестре, мы ее в этом семестре и посмотрим. Ой, PIP. Ага, PIP-3, значит. Здесь есть некая подробность, которая связана с тем, что в Linux-системе обычно стоит два питона. Третий и второй. Вот. Второй питон все еще называется питон, а третий питон называется все еще питон-3, хотя есть тренды изменить это, чтобы второй питон назывался питон-2, а третий просто питон, потому что, ну, уже до какого времени у нас поддержка? До 20-го года второго питона? Ну, вот, это через год. Больше не будет второго питона, как вот официально поддерживая его. Вот. PIP, да? PIP, это приводится, как кажется, питон install package или что-то в этом духе. Вот. Что это такое? Это не что иное, как инструмент команд-лайнового броузинга где он тут? Вот этого архива PIP. Фактически он туда залезает, ищет вам или по имени, или по описанию пакет, модуль питонский, который вы хотите поставить, и ставит его не средствами вашей операционной системы, да, не средствами там Linux, не RPM, а средствами самого питона, раскладывая соответствующие библиотечки в соответствующие места. Вот. Вы можете попробовать, значит, если вы работаете под Windows, то, скорее всего, вы будете работать в режиме, ну, если не администратора, то кого-то, кому разрешено модифицировать прямо вот то место, где установлен питон. Если вы будете работать под Linux, скорее всего, вам не разрешат взять и просто поставить какой-то абстрактный модуль. Сейчас, я посмотрю, они у меня тут стоят, если стоят, сейчас все уберу. А, ну, вот лори мипсом стоит. Ну, давайте его уберем. Вот. Если мы сейчас скажем pip install, ну, давайте сейчас скажем pip search. Вот. Все помните, что такое лори мипсом? Лори мипсом – это такой квазилатинский текст, который обычно используется для тестирования текстового ввода-вывода. И для питона, как видите, написано довольно много модулей, которые имитируют, которые нужны ровно для того, чтобы тестировать этот вот вывод. генератор генератор for random text that looks like латин. Вот. Да, если вы скажете, если вы скажете просто pip 3 install, это был, это был pip search, мы могли бы сделать, сейчас, где она, командочка-то? Надо будет отредактировать, чтобы командочка цветом выделялась, конечно. Вот. Мы могли бы здесь вот сказать, лори, не ерм, а рем. Ну вот они, те же самые, та же выдача. Сили контент-генератор, вот это все. Вот. Могли здесь, могли здесь сделать, а могли сделать здесь. Так что это просто броузер, команд-лайн и броузер этого самого pip. Intel. Install, я сказал. Установить. Вот. Значит, смотрите, что нам, что нам сделал pip. Он нашел последнюю версию модуль лори мипсом по каким-то хитрым ссылкам, ведущим с пп на вот на файл с python-хостом. Видите, тут прям какая-то страшная чексума. Вот. Но не смог его нам установить, потому что у нас в Linux обычный пользователь не имеет права модифицировать каталоги, принадлежащие операционной системе. В результате он нам сказал permission dynamic. Вот. И это очень хорошо. Потому что понаставить себе в операционную систему всевозможных странных модулей слева и потом ждать, что все хорошо заработает, это здесь не очень правильно. Но мы можем сделать вот так. Минус-минус user. Все. Что при этом произошло? При этом модуль питона установился в каталог точка local. Что происходит в винде в этом случае я не знаю. Что происходит в macosida то же самое. К вам в домашний каталог каталог точка local. lib python site packages вот сюда он установился. Как я сказал, это второй способ. Еще есть третий, который мы чуть позже разберем. И третий, собственно, рекомендованный. теперь, относительно того, как этим пользоваться. А я не знаю, кстати. Что там в лори мипсен? Хорошо. Давайте посмотрим, что там есть. Нет, ему надо сказать лори мипсен генеральный сертифинс. Вот так. Смотрите, он нам выдал некую внутреннюю структуру с ударениями, которую можно, наверное, как-то прочесть. но... Во, тут целый параграф. Интересно, как без ударений? Можно, можно, что без ударений? Можно, можно? Ну вот, значит, ладно, бог бы с ним. если вы передадите параметр start with lorem, то текст будет начинаться с lorem ipsen. прикольно. Вот. В общем, бог с ним. Значит, то есть, идея какая? Вам не обязательно вашу операционную систему засорять вот этими питомными модулями. вы можете их поставить в домашний каталог вот сюда, да, вот конкретно в это место. Вот. И этим, в этом вам поможет pip install с ключиком минус-минус юзер. Третий и последний способ, который рекомендован, состоит вот в чем. На самом деле, когда вы ставите некий определенный модуль с вам в домашний каталог, то любая программа, записанная на питоне, написанная на питоне, сможет этот модуль импортировать. Вот ровно так, как я сейчас это сделал. Да? Я сказал pip install минус-минус юзер, запустил питончик и там сказал import loremipson и он заимпортировался. Вообще говоря, это тоже не очень хорошая идея. Если вы разработчик на питоне и одновременно разрабатываете больше одного приложения, вам может захотеться держать в системе разные версии одного и того же самого модуля или, как минимум, разные наборы модулей. Один набор, который в точности нужен вашему приложению, другой набор, который в точности нужен вашему другому приложению. Хорошо, если все эти модули стоят в системе. Но гораздо лучше, если, когда вы потом занимаетесь дипломентом и собираете одно приложение из того, чего ему нужно, вы точно знаете, что ему нужно, а что нет. Вот не все эти 200 или сколько там у меня, 142 модуля, а там 2-3, которые, собственно, используются в коде. Для этого служит, там уже есть, для организации такого окружения служит программа, которая называется VirtualEnv, которая поставляется вместе с питоном, или Venv, в более современных версиях, которая никакого виртуального окружения не создает совсем, а делает она вот что. Сейчас покажу. Чего? Ой, вертю. А, ну да, минус-минус юзер. Вы говорите VirtualEnv и говорите там как такой-нибудь новый каталог, ну не знаю, там Project, NewProj. Что при этом происходит? При этом создается каталог под названием NewProj. В нем внезапно образуются каталоги Lib. Это тот самый Lib, в который будут складываться установленные модули. Lib64, ну это особенности операционной системы, такие. Include и BIN. В каталогах BIN лежат какие-то программы. В частности, там внезапно лежит Python, PIP и еще VIL и Python Config. На самом деле, как видите, это не программы, а в случае вот этого это просто ссылки. А это я не знаю, что такое. Давайте посмотрим. Нет, вот Python 3 это прям бинарник. Откуда она его взяла? Да просто скопировала из вашей системы. Оттуда. Зачем? Затем, что теперь у вас есть довольно небольшое 15 мегабайтов виртуальное окружение нифига оно не виртуальное. Относительно изолированное окружение, в котором будут лежать ваши модули и в котором вы сможете вести разработку. Вот. Значит, вот тут была ровно одна команда для того, чтобы его инициировать. Вот она. И ровно одна команда для того, чтобы эту самую разработку начать. По-моему, вот так надо сделать. Что-то типа activate. Что при этом произошло, когда вы сказали activate? Ну, давайте сравним. Я подозреваю, что там просто перегрузили некоторые переменные окружения линукса и все. После чего вы сможете устанавливать модули прямо вот сюда, в этот самый каталог new project. Да? И пользуются ими только отсюда. Ой. Сейчас. секунду. Ой-ой. Вот смотрите. Вот как выглядит стандартный путь, стандартный переменный path в линукс-системах. Вот. Что такое переменный path? Это место, откуда бинарники запускаются. Что вот они сначала ищутся у вас в домашнем каталоге, потом они ищутся в user local bin, потом user bin, потом в slash bin, и потом user games еще, походу. Когда вы говорите, ну, допустим, CD вот в этот самый new project и .bin slash запускаете запускаете скрипт, который называется activate, видите, вам меняется командная строка, вам shell подсказывает, что вы теперь работаете с проектом newproj, и в dollar path появляется вот такая штука. то есть вот тот самый bin, в котором лежит питон. Таким образом, когда вы запускаете вот этот питон, во-первых, он теперь уже называется питон, а не питон 3, да, вы избавитесь от этого Linux раздвоения личности. Во-вторых, он запускается именно из этого места, это именно тот питон, который вы сюда положили. Таким образом, вы можете даже другую версию питона использовать, например, более новый или более старый. Вот он. Видите? Скопированный. И, когда вы говорите pip, pip list, pip, чего? Елки-пал. Черт. Не сработало. Ладно. Сейчас. Я знаю, что сделать. Ой, минутку. Минутку. Секунду. Давай. Давайте здесь это сделаем. Здесь по-красившему будет. Значит, что мы там делали? Virtualenv. А, все, я понял. Не на этой машине. Сейчас, секунду. Во. Вот здесь это работает. Отлично. Итак, Virtualenv мы говорили. Что там? Newproj. Newproj. Дальше. Bin, что там? Activate. Вот. Значит, извините. Вот у вас есть... Значит, теперь у вас и питон называется, просто питон. Питон. Не обязательно питон 3. И пип у вас называется просто пип, не обязательно пип 3. Если вы скажете пип-лист, то вам он покажет, что у вас не установлено ни одного пакета в системе, кроме пипа, сетоптус и вилл. Таким образом, вы можете натаскать в это виртуальное окружение только тех модулей питоней, которые вам охота. Да, там пип, install, ну не знаю. Да все тот же лорем, да? Нет, лорем был неинтересен. Да. Там, там, значит, это специфика дистрибутива фальт-линукс, если конкретно пип приезжает чуть-чуть непоправленный, он не видит модуля. Там, значит, история вот какая. Стандарт питона, сейчас покажу. Стандарт питона предписывает хранить пакеты к питону вот в таком каталоге. Соответственно, каждое обновление субмажорной версии, там, 2.6 в 2.7, 2.5 в 2.6, сопровождалось массовыми потрясениями и бурями в сообществе, потому что все модули оказались невидимыми. Вот. Нам это надоело, и третий питон у нас выглядит вот так. Сейчас. Лип. Вот это, да? Там плохо видно. Ок. Вот так. То есть, вне зависимости от того, какая там субмажорная версия, вот. Соответственно, сам питон ставится в 3.6, но вот сюда мы тоже можем заглянуть. Это первая проблема. И вторая проблема. Базовая дистрибуция питона не делает различия между каталогом лип, каталогом лип 64. В разных дистрибутивах Linux по-разному решена проблема, когда в 64-разрядных системах можно запускать бинарники 32-разрядные тоже. Вот. В некоторых устроен прямо BR, вы можете класть и такое, и сякое. В некоторых разделяется по каталогам, в некоторых еще как. Короче говоря, для того, чтобы это заработало, надо поставить пакет, который называется PIV3, и тогда все будет работать. И пакет, который называется Virtual M. Я могу, наверное, это сделать на этой машине, если мне интернет дадут. И тогда все должно заработаться. Вот. Ну, не важно. Я... До следующего раза я все поправлю. Значит, я чего хотел сказать? Я хотел сказать, что теперь можно просто поставить... Просто поставить какой-нибудь пакет, ну, не важно какой. Вот. Ну, хоть тот же... Ну, хоть тот же... Там, пылорим, да? Вот. Обратите внимание, я уже не обязан указывать ключик минус-минус юзер, потому что в нашем окружении все это переместилось... Все эти бинарники, они правильно устроены, они ставят вот сюда вот все. Вот сюда вот. Где он там? Вот он, пылорим. Кстати, тоже называется Лори Мэпсон. Ага, видите, это другой. Он называется так же, но изначально пакет назывался по-другому. Это два разных пакета, мы все что-то видели. Ну, параграф. Хорошо. Ага. Хелп. Не умеет. Ну, бог бы с ним. Значит, все это выглядит как ужасная манипуляция командной строкой, и таковой, собственно, и является. Другое дело, что не так уж много... Чего он такой желтый? А, это сферменная ссылка. Другое дело, что не так уж много команд надо выполнить. Тем не менее, разные редакторы типа PitchArm всего интеграцию с VirtualLang имеют. То есть, когда вы заходите и хотите использовать какую-то среду разработки для Python, вам достаточно узнать... Сейчас, давайте посмотрим. Python IDE. VirtualLang. Вот. Ну, например, мною непонятно, за что любимый любимый IDE, который называется WingDE, поддерживает VirtualLang. И вот всю вот эту механику, которую я вам показал низовую, она умеет... WingDE умеет реализовывать как бы в тайне от вас. Вот. Или какой-нибудь PitchArm наверняка поддерживает IDE, мною незаслуженно нелюбимый, не знаю, за что я его не люблю. Вот. Вот Atom умеет, как видите. Такие дела. Так, что еще я успел... Вот. Значит, общая идея состоит в том, что вы, пользуясь вот этим VirtualLang, можете... Сейчас, а у нас покинуть можно его? Не, покинуть нельзя, можно только Activate сделать. Deactivate сделать нельзя, к сожалению. Но можно запустить новый терминальчик. Пользуясь такими виртуальными окружениями, которые на самом деле виртуальными окружениями не являются, а это просто такие каталоги для складывания. Вы можете для каждого вашего проекта организовать только каталог, в котором есть только что ему нужно. Более того, сам ваш проект, ему можно сделать под каталог, там, не знаю, это называется New Proge, вот назовем его Proge. и собственно саму разработку ввести в нем. Именно в нем держать систему контроля версий, именно там редактировать свои файлы и все дерево разработки ввести там. Вот. Мы собственно этим и будем заниматься ровно со следующего раза. Так, а пока что... О, а пока что у нас конец лекции. Значит, смотрите, да, не успели, ну и ладно. А, нет, вот что, давайте так, я не буду на этом останавливаться, потому что, потому что... Чего? Только что было. А, там, ноль в конце. Я не буду на этом останавливаться, потому что времени нет. Но мы об этом, возможно, частично поговорили в прошлом семестре. Вы сами можете делать модули для питона. Это очень легко. Любая программа на питоне является модулем для питона. Мы это точно смотрели в прошлом году. Мы об этом поговорим в конце семестра, что если ваша задача написать здоровенное приложение, которое является модулем для питона, то вам придется оформлять так называемый пэкэдж. Пэкэдж – это всего лишь некоторое дерево файлов питоновских. Организованный по определенным правилам, в частности, в каждом из каталогов должен лежать файл blablainitbladla.py, который, собственно, описывает некоторые свойства вот этого большого пакета вашего питона. Это дерево файлов можно рассматривать из питона, как такие вложенные объекты через точку, инкапсулированные друг в друга. Вот. И дальше все получится. Значит, давайте так, давайте мы это почитаем. Я не знаю, когда мы вернемся к этой теме, либо в следующий раз сразу, либо наоборот ближе к концу. Вот. Но тема оформления питоновских модулей и питоновских пэкэджес, да, она у нас остается. Значит, к следующему разу мы начнем работать с гитом, поэтому просьба зарегистрироваться на гитхабе. Вот. И в следующий раз мы немножко потыкаем в tkinter. Вот. Ну, буквально несколько примерчиков разберем. Значит, на сегодняшний день домашнее задание зарегистрироваться на гитхабе. В следующий раз домашнее задание уже будет на этом гитхабе выкладывать некоторые маленькие-маленькие программки. На этом, кажется, все. Если есть вопросы, задавайте. я понял, все уже устали. хорошо, тогда до встречи в следующий раз.